Русские солдаты, офицеры, это обращение к вам, прежде всего, как к простым людям. Под униформой вы простые люди. У вас также есть матери, братья, сестры, возможно, дети. И это обращение к вам с тем, чтобы вы подумали и поняли, где вы находитесь и что вы делаете. Под униформой вы, прежде всего, человек. Если бы вас отправили убивать своих родных и близких, вы бы стреляли, очень сомневаюсь, даже под приказом. Вас отправили в Украину убивать таких же людей, как ваши матери, отцы, братья и сестры. Вас подло обманул Путин, этот Гитлер нашей эпохи. Путин обманул весь мир. Путин обманул свой российский народ, своих солдат, обманул подло и низко. Вы не защищаете российский народ. Вы воюете за интересы Путина. Это его война. Ненародная война. Путин боится демократии на Украине, что эта демократия может проникнуть в Россию. Солдаты, мы знаем, вам приказывают. Я был в армии и знаю, что такое не исполнять приказ. Но есть и положение, что нельзя исполнять преступный приказ. Путин приступил в закон. Когда Украина отказалась от ядерного оружия в 90-е годы и разоружилась, то Россия выступила гарантом, как и США, того, что Украина будет в безопасности. Выполняя преступный приказ Путина, приказ негодяя, вы становитесь преступниками. На ваших руках будет кровь невинных людей. Украина не угрожала российскому народу. Но украинский народ будет сражаться насмерть, потому что они будут умирать за свою свободу, за свой язык, за свою культуру. Знайте, что земля будет гореть под вашими ногами вместе с вашим телом и душой. Помните, Наполеон взял Москву, но Москва горела, и он ушел. Вы знаете про героев Змеиного острова. Они погибли, но не сдались. Вечная слава этим героям. Матери, плачьте, но гордитесь своими сыновьями. О них знает уже весь мир. Так поступит вся Украина. У людей кипит кровь от ненависти, от подлости, от непреодолимого желания не дать себя унизить и растоптать. Они будут мстить за слезы матерей и сестер, за плачь детей. Я вас не пугаю, а предупреждаю, что вас ждет не слава, а позор и суд. Если не на земле, то на небе. Что вы расскажете своим родным, что убивали людей, которые хотят жить не так, как хочет этот не человек, этот выродок Путин? У вас есть два благородных выхода. Перейти на сторону украинцев и сражаться за свободу этого гордого и свободолюбивого народа против воли диктатора, тирана и преступника. Другой выбор – сложить оружие и уехать в Польшу или Чехию. Не сомневаюсь, что украинцы вам помогут добраться до границы, и там вам без сомнения дадут политическое убежище. Эти два выбора – они нелегкие, но достойные героев, достойные настоящего, гордого и свободолюбивого человека. Вот из стихов одного из моих любимых русских поэтов Некрасова. Средь мира дольного, для сердца вольного, есть два пути. Одна просторная, дорога торная, в страсте и раба. Другая тесная, дорога честная. По ней идут лишь души сильные, любвеобильные, на бой, на труд. Здесь силу гордую, здесь волю твердую. Каким путем идти? Слава Украине! Слава героям!